Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 15-18. Температура ночью 2-7, днем 17-22. А в горах ночью минус 2 плюс 3, днем 7-12. В Черкесии сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15-18. Температура ночью 5-7, днем 19-21 градусов тепла. Наш земляк-поэт Зураб Бимурзов стал победителем международного конкурса имени Салиха Гуртуева. О том, какие стихи он представил на суд-жюри, кто оказал основное влияние на мировоззрение. Готовится ли к выпуску новый сборник на эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии. Зураб ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Зураб. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы стали победителем международного поэтического конкурса имени известного поэта Салиха Гуртуева. Спасибо большое. Как вы узнали о конкурсе? Расскажите о участии в нем. Вы знаете, о конкурсе сообщил мне мой друг, спортсмен, кстати, который сказал мне, Зураб, вот я как спортсмен участвую в соревнованиях и вижу свой уровень подготовленности. А поэт, ты почему? Ты так редко участвуешь в каких-то конкурсах. Я говорю, ты почему об этом сказал? Вот, говорит, такой замечательный конкурс я слышал. Давай, прими участие. Он сам из Тагестана. И получилось так, что я послал туда свои работы. А что вы представили на суд, жюри? Это были стихотворения о родине, о большой и малой родине, о моем внутреннем чувстве, о том, как я ощущаю эту родину. Скажите честно, вы рассчитывали на победу? Честно говоря, любой человек, тот же спортсмен, тот же поэт, когда подходит к таким вещам, я сомневаюсь, что он не рассчитывает на победу. Внутренне он настроен на это. Наверное, и не получится что-то сделать, если не будешь рассчитывать. Вы много пишете о родине. У вас много патриотических стихов. Но мне бы хотелось узнать, на ваше мировоззрение личное, кто оказал влияние из больших поэтов? Ну, прежде всего, я не могу пойти дальше моего отца, который сам был поэтом, известным поэтом в своем народе. И основной лейтмотив всех его произведений – это была родина, это был патриотизм. И, конечно же, в нашей семье все это было пропитано именно этим. И оттуда идут корни. А какая-то схожесть в вашей поэзии есть, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, это не мне судить, наверное, со стороны. Это лучше будет видно. Но я думаю, скорее всего, есть. Потому что она не может не быть, если вот так подойти. Эта схожесть должна быть, как у отца и сына, как и у двух представителей одного народа, одной поэзии. Поэтому думаю, есть все-таки. Над чем сейчас работаете? Не готовите ли вы новый сборник? Вы знаете, к этому вопросу я довольно щепетильно и неоднозначно отношусь. Потому что я до сих пор как-то внутренне критически отношусь к выпуску сборников, к них. Первый сборник, который я выпустил после того, как прошло полгода и год. И, честно говоря, я пожалел об этом. Я думаю, что да, каждый поэт должен критически относиться. Но я чувствую какую-то сырость этих стихов. И, может, в будущем, но не в ближайшее время. Не сейчас. Не сейчас, нет. Ну что же, мне остается пожелать вам дальнейших творческих успехов и с победой на таком хорошем конкурсе. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Вдохновение вам. Спасибо, благодарю. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Абазинской редакции. А в 14.30 вести с Аллой Дзинаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала!